Появлению на карте города в далеких 60-х партизанский проспект обязан развитию новых производств, таких как Брестские электроламповые и электромеханические заводы, ковровый комбинат, превративших Брест из провинциального города в крупный промышленный центр. С течением времени проектировочные решения советской эпохи по застройке проспекта устарели, но к юбилейному году он обрел новое современное лицо. Благоустройство одной из самых оживленных артерий города по проекту, предусматривающему две очереди реконструкции, началось в марте 2018 года. Уже в ноябре первая очередь была завершена. Сегодня Партизанский проспект – комфортная и безопасная зона для всех участников дорожного движения. Масштабная реновация – это прежде всего расширение и асфальтирование проезжей части, создание велосипедной и пешеходной инфраструктуры, безбарьерной среды. Также это современная разметка дорожного полотна, техническое обеспечение дороги, замена инженерных и контактных сетей для троллейбусов. Партизанский проспект практически реализован на 100% в соответствии с проектом. 99,9% проекта. Объект готовится к сдаче. Что по этому объекту? У нас первые в городе в новом стиле автобусные остановки пошли именно с Партизанского проспекта. Не заметить изменения на остановочных пунктах невозможно. Современный дизайн объединил в себе как новые архитектурные и стилистические формы, ноу-хау – практические решения навигации для пассажиров. Маршрутизация городского транспорта упростила выбор необходимого автобуса или троллейбуса в нужном направлении и сегодня добраться в любую точку города стало гораздо проще – как брещанину, так и гостю областного центра. Разработан единый дизайн, два типоразмерных ряда, где навес и торговый павильон в одном случае в него можно зайти вовнутрь, а во втором случае он меньшего размера – это где продажа осуществляется снаружи, как талончики раньше покупали. Объединяющим параметром всех вот этих остановочных пунктов станет единый шрифт, то есть навигация. Будет надпись на белорусском языке, название остановочного пункта. И сегодня в рамках празднования тысячелетия мы говорим о том, что, наверное, стоит сделать и дублирование, транскрипцию на английский язык, с русского на английский, для того, чтобы просто, если кто-то гости, то туристы, значит, будут передвигаться по городу, чтобы было легче ориентироваться. Безусловно, такие нововведения – это дополнительный комфорт для пассажиров. Европейский колорит партизанскому проспекту добавила и реализация программы государственно-частного партнерства. Благоустройство – это не только качественные дороги и тротуары, но и учет интересов как больших, так и маленьких жителей района. С финансовой помощью бизнес-сектора на партизанском проспекте появилось несколько игровых зон для детей и еще одно место, где могут провести свободное время горожане – парк мира. Хочется отметить, что к тысячелетию не только горожане, не только предприятия, индивидуальные предприниматели сегодня, наверное, все объединяются и максимально пытаются сделать наш город краше, красивее, вкладывают деньги как личные, так и предприятий в благоустройство. Таких примеров очень много. Ну, наверное, один из флагманов «Савушкин продукт» с парком мира – это такое, опять же, частное партнерство, которое предприятие самостоятельно решило вложиться и в дальнейшем обслуживать эту территорию и проводить там мероприятие. Поэтому это тоже очень для нас, ну, скажем так, очень важно, что не только бюджетные деньги вкладываются в город, но и частные деньги. Эта зона отдыха для детей и взрослых уже радует горожан и гостей. А в скором времени партизанский проспект приобретет и еще одну благоустроенную территорию. Сквер на пересечении с улицы Орловской станет центральной точкой проспекта, в которой стилистической композиции увековечат память о партизанском движении. Организация небольшого сквера, и в этом сквере раскидано несколько камней, как ландшафтный дизайн, и на одном из камней просто информация, что такое партизанский проспект, с какого года и почему такое название, какая история была. Обустроить еще одну зеленую зону и с таким минимальным как бы вмешательством в среду.